здравствуйте вы на канале семейное дело и с вами буката сергей этот видеоролик будет особенным отличаться от предыдущих он будет тем что я вам не скажу какое изделие я буду делать предоставлю возможность вам самим угадать что получится в конце видеоролика просьба к зрителям написать в комментариях на какой минуте вам удалось догадаться что это будет дам небольшую подсказку изделия утилитарные скорее всего может быть полезным для многих из моих зрителей среди обрезков нашел подходящие бруски и начал обработку первым делом отстрогал на фуговальном станке базовые стороны как правило обрабатываем две стороны выравниваем их и создаем между ними угол 90 градусов дальше работа на циркулярной пиле сначала пропиливаю все детали по толщине отходов получается довольно много это из-за того что для обработки я использовал обрезки из цельной доски или клееного щита выход полезного материала был бы намного больше конечно же это при условии если доска первого сорта перестроил параллельный упор и обрезаю заготовки по ширине если не изменяет память ширина около 40 миллиметров следующая операция рейсмусование для работы с такого размера заготовками эта модель рейсмуса очень удобно до того как я купил этот аппарат мне он казался просто смешным но сейчас мое мнение о нем кардинально изменилось речь сейчас идет не о конкретной модели а в принципе о настольном рейсмусе который очень отличается от стационарного в первую очередь своим весом размером ну и конечно же ценой хотя в идеале конечно же хорошо если в мастерской есть разные рейсмусы или если говорить правильно рейсмусовые станки дальше заготовки попадают на торцовочную пилу обрезаю один край у всех заготовок сейчас моя задача выровнять один конец после этого устанавливаю упор по заданному размеру и отторцовываю все заготовки приступаю к разметке моя задача собрать рамку с перемычкой для разметки использую обычный столярный угольник на нем есть миллиметровые деления парные детали стараюсь размечать вместе при таком подходе вероятность ошибки значительно уменьшается следующая операция присадка использую присадочник домино зафиксировал деталь быстро зажимными струбцинами к верстаку и делаю отверстия правильнее их наверное называть гнездами сначала произвел присадку в боковых частях деталей а затем таким же способом в торцевых после присадки забил дюбеля в гнездах и собрал конструкцию все это было сделано на сухую убедившись в том что все нормально размеры выдержаны я разобрал рамку дюбеля тоже вытащил подобрал нужную мне по цвету морилку налил ее в крышку и нанес эту морилку на детали рамки морилка спиртовая высыхает практически моментально для нанесения морилки использовал поролон отрезал небольшой кусок и привязал его к палочке сделать такой инструмент очень легко и быстро а польза от него несомненная как по мне качество нанесения лучше чем кистью после нанесения морилки укладывая детали на просушку это занимает совсем немного времени дальше на очереди фрезерования морилка к этому времени естественно уже высохла установил фрезу с углом заточки 90 градусов и снимаю фаски эта операция решают две задачи первое притупляю острые углы второе фаски контрастирует по цвету с плоскостями деталей именно для этого и наносилась морилка до операции фрезерования можно сказать что это такая декоративная отделка следующим делом мне нужно нарезать треугольники для этого подготовил рейку нужного сечения настроил ленточнопильный станок и с помощью регулируемого упора начал изготовление сегодня день отчета по электроэнергии дочка я на пришла рассказать сколько мы ее использовали в этом месяце получилось что-то около трех с половиной тысяч киловатт на следующий год лимит придется увеличивать до 5000 вот такие получаются треугольники мне показалось что именно этот способ наиболее безопасен при изготовлении таких деталюшек закрепил ленточную шлифмашину в верстаке и отшлифовал все детали заодно притупил острые кромки фиксирую с помощью клея уголки к вертикальным деталям рамки получается вот такой динозаврик уверен что к этой минуте никому еще не удалось догадаться какое изделие получится на финише информации для того чтобы определиться с выводом пока что недостаточно зафиксировал уголки с разным интервалом на двух вертикальных деталях теперь можно произвести окончательную сборку конструкции наношу клей в отверстие и забиваю дюбеля после этого произвожу сборку рамки и зажимаю ее трубными струбцинами оставляю в таком положении на некоторое время чтобы клей затвердел после запрессовки на всякий случай проверяю углы у меня да Изготовил 9 реек, сделал разметку и сверлю в них отверстия. Рейки разбиты на три группы. В одной группе отверстия будут маленького диаметра, во второй среднего и в третьей большого. В первой группе расстояния между отверстиями небольшие, но там и диаметры отверстий небольшие. Во второй и третьей группе расстояние больше, ну и диаметры отверстий соответственно тоже больше. Чтобы не размечать каждую рейку отдельно, использую вот такой метод. Маленькие и средние отверстия я сделал круглыми, посверлил их дрелью, а вот большие решил делать на своем долбежном станке. Как вы помните, построил станок этот я совсем недавно. В принципе, это первая работа, которую ему пришлось сделать в своей жизни. Получается вроде бы нормально, но есть проблемы с долблением твердой породы древесины, конкретно ясеня. Происходит значительный нагрев сверла и долота. Буду пробовать подбирать более подходящие режимы работы. Отверстия в рейках посверлены, шканты изготовлены, можно их сопрягать между собой. Наношу клей в отверстия, забиваю шканты и отрезаю вот таким способом. Вне зависимости от глубины отверстия, выступающая часть шкантов у меня вся одинаковая. Первую группу шкантов я сделал 5-миллиметровой, вторую 8-миллиметровой, а третья группа будет 10-миллиметровая квадратного сечения. Сейчас приступил к изготовлению квадратных шкантов. Первым делом отфуговал и напилил рейку. Затем пропустил все детали через рейсмусовый станок. Дальше нужно разрезать детали по длине. Чтобы сделать это быстро и безопасно, применяю вот такой способ. Связал пакет рейек скотчем, отметил требуемую длину и без проблем нарезал шканты. Настроил фрезерный станок и отфрезеровал грани. Фрезеровку производил не на всю длину, до упора. Соответственно, с одной стороны у меня получился восьмиугольник, а с другой квадрат. На наждачном станке обработал торцы деталек. Проще говоря, притупил острые торцы. Этапом забил эти колышки в подготовленные рейки. Перед забиванием в отверстие нанес клей. Тонкие шканты установлены, большие тоже. Осталось закрепить средние восьмимиллиметровые. Как вы заметили, кроме диаметра, шканты отличаются и по длине. Чтобы получить одинаковую длину, применяю кондуктор. Выходим на финишную прямую. Нужно укрепить рейки со шкантами к треугольникам. Наношу клей, пристреливаю шпильками и заворачиваю саморезы. Отверстия, через которые прошли саморезы, глушу шкантами и срезаю заподлицо. И последняя операция. Привынчиваю петли, с помощью которых это изделие можно будет повесить на стену. Большинство зрителей поняли, что это за вещь. Но на всякий случай все-таки озвучу, для чего изготавливалась эта вешалка. Если в вашем доме есть швейная машина, и вы хотите, чтобы шпульки, катушки и бобины всегда находились в полном порядке, такая вешалка будет очень полезным приобретением. Если ролик вам понравился, или вы увидели в нем что-нибудь полезное для себя, поставьте лайк. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь, на нем будет много интересного. Спасибо всем за внимание. До свидания.